о здравствуйте как вот это называется как будто самая сильная работа и по музыке и по мысли и по саунд дизайну яс да сегодня скучаю на работу и 10 фишек темно-харанбишных битов будды которых на альбоме большинство нулевая фишка это нифига не фишка просто очень медленный темп я поставлю 96 ударов в минуту подробнее об этом поговорим на ударных первая фишка это аккорды основной инструмент это родос из кейскейпа я использую последовательность первая ступень 4 вторая ступень и пятая ступень в тональности р-минор но в рэнбишных битах офигенно заходит септ аккорда к обычному трезвучу добавляем четвертую ступень и делаем вид что шарим за теорию музыки теперь мы можем сделать их обращение ну то есть пошатать нотки вверх или вниз на октаву это нужно чтобы аккорды звучали ближе друг другу или чтобы создать ощущение движения вверх или движения вниз по прогрессии например последний аккорд распилим пополам и одно обращение будет очень высоким а второй очень низкий чтобы перед тем как мы вернулись где у нас была какая-то нижняя точка дублируем это все и вот эту половинку мы удаляем чтобы построить здесь другой аккорд начнем его от а шар он будет у нас сокращенным то есть вот таким вот так звучит мажорный аккорд вот так минорный аккорд а вот так сокращенный аккорд то есть диминишт аккорд добавляем к нему четвертую ступеньку делаем его септ аккордом и тут он нужен чтобы создать напряжение которое очень красиво раскрывается вот этим дм возможно это чуть-чуть сложновато но септ аккорд это офигенная тема для рэнбишных битов часто бывает такое что еду домой чуть-чуть поднимаясь сама йотик сидит пишется подхожу такой сам падаю на микрофон вторая фишка это конечно же строили в пианороле жмем аль твой плейлисте этот паттерн выделяем контроль си тут можно ничего не включать и этот сэмпл снова реверс и из-за того что мы все развернули в пианороле все аккорды стоят в правильных местах еще можно добавить супер простую контр мелодию теперь для крутости можно продублировать на октаву вниз и наверное подниму еще на октаву выше также аль твой также выделяем также контроль си и также снова реверс и вот уже супер банальная контр мелодия после реверса становится такой задумчивый и вайбовый а это же звучит м так а чем же хорош скучаю на работу и хорош ли вообще чтобы ответить на этот вопрос давайте вернемся на два года назад в 2021 когда все было хорошо а моргенштерн дропнул свой шикарный дуплет из хэппинеса и бизнеса что же он такого сделал собрал на двух альбомах 16 битмекер и уже за счет этого альбом может и не был супер однородно он точно был интересным и не скучно а если посмотреть на ласт фонду там всего два продюсера и хоть ей большой фанат палагина но этот альбом алишера звучит гораздо слабее миллионной дилоги чего нельзя сказать про скучаю на работу тут на альбоме из 16 треков я насчитал 16 продюсеров и это не особенность данного альбома фририо 2 все примерно также но такой набор битмарей создает очень неоднообразное звучание на протяжении всего альбом серьезно я послушал его примерно три раза и скипнуть мне захотелось только один трек попробуйте угадать в комментах какой почти половина альбом это темное холодное r&b но она не надоедает буду создал полотно почти без филеров почти на 50 минут и он как будто показывает всей нашей индустрии на пустующую нишу очень нежного но невероятно холодного и темного r&b и первым делает шаг в этом направлении так что теперь ждем больше такого звука в мейнстриме но лично я жду от этих 7 треков я прям кайфану а тебе что понравилось на альбоме напиши в комментариях а если тебе и это кажется пресным то тут точно поможет третья фишка это реверснутая перкуссия сначала добавим не реверснутую теперь подгоним ее под темп давайте еще медленнее теперь реверсим вот так слишком много если добавить ее аккуратно тонное движение создаст и ритм сделает интереснее и не нужно использовать лук прям целиком потому что вот этот звук явно стрёмно звучит если не хватает ощущения грубо то можно добавить не развернутую обычную прикуси главное чтобы она не была резкой не было родственной по звучанию с нашей развернутой тоже выберем несколько прикольных звучков рода сфильтруем обмазываем его реверам large ambience большой микс и немножко отпилю ему эквалайзером сайта снизу в развернутом пиадом моде stretch range 12 пича пустим ну и немножко это тоже обмажем реверочком вот теперь звучит точно не пресс короче я дома сидел и прям до узнаешь промежуточная фишка это бас на любой основном играет рис бас похожий на вот это но там есть и 808 так что и 808 бас мы тоже пропишем на попозже но пока просто пропишем этот бас по ноткам аккордов и на октаву выше чтобы лучше было слышно иногда можно делать заходе ки например на октаву ниже вот так вот и вот здесь например c потому что эта нотка входит в аккорд а скачать проект который получится в финале этого видео ты сможешь у меня в telegram канале по ссылке в описании как только этот ролик наберет 3900 лайков так что если ты хочешь самостоятельно поковыряться в этом проекте то скорее ставь видосу лайк и уже очень скоро ты сможешь его скачать а просто послушать готовый бит ты уже прямо сейчас можешь там же в моем telegram канале по ссылке в описании а фишка номер 4 это уже кое-что интересное потому что это вокальная текстура и она есть в каждом рэнбишном треке на альбоме буду причем это не просто на одной ноте а какой-то такой вокальный мотивчик то есть нам нужно найти голосовую текстуру в которой появится какая-то мелодия свою взял из пака платинум рнб вокал с какого-то ее нужно подогнать по темпу высоте тона подгонять не надо вообще потому что она д минор вот здесь у нас получается пустое место давайте его заполним вот этим же самым и заполним на вообще смысл этого текста не принципиально важен мы все равно сейчас все размажем отлично и самая главная обработка для этого голоса будет понижение форманты так голос больше похож на текстуру и будет легче впихнуть его и в музыку и основному вокалу он тоже будет меньше мешать а потом уже фильтр чтобы еще сильнее его как бы отдалить короткий реверок и шиммер с пресетом concert hall и чуть-чуть дела вот так отлично звучит очень сильно люблю своих пацанов если именно моё тика взять пацан настолько ничего не видевший наивный чуть дурачулька малой 5 фишка это перкуссия точнее перкуссия построена на 808 томах чуть ли не в каждом треке буду есть такая фигня иногда она играет как основной ритмический инструмент пол трека иногда просто где-то тусуется на заднем плане я ее поставлю во вступление это том который выполняет роль кика это может быть сна и повышек дополнительный том еще для разнообразия можно добавить вот такой вот реверснутый хэй-хэд на какой-то низенькой ноте всю эту перкуссию немножко размажем ревер только обязательно лоук от надо поднять иначе басить будет слишком сильно и немножко прикроем фильтром а подыгрывать основному инструменту будет пэт на тех же аккорд его я за ресемплил из-за того что у него очень длинный и красивый релиз но я хочу чтобы он прям супер резко обрывался его мы тоже прикроем фильтром еще хочу добавить фортепиано она будет играть только на первом на третьем аккорде будет повыше от с и на нем снова будет два портала во-первых даун датью вторых кристаллайн акцент но она слишком выбивается из нашего звучания так что зафильтруем ее слить 125 тысяч рублей в стрепухе прикольно базара нет но заказать мой видеокурс по битмекингу за 4290 рублей гораздо прикольный ведь в стрепухе ты деньги отдал и все а мой видеокурс по битмекингу и фл-студио будет доступен тебе всегда подойдет он тебе даже если ты совсем новичок то есть если ты ни разу не открывал фл-студио то по этому видеокурсу ты точно напишешь свой первый бит узнать о видеокурсе подробнее или его заказать можно у меня ссылочка на меня есть в описании прямо под этим видео так что напиши мне прямо сейчас закажи видеокурс и прокачиваю свои навыки и шестая фишка наконец-то бит вот тут-то медленный ритм раскрывается и вначале я поставлю сдвоенный потом какой-то просто такой довольно простой паттерн незамысловатый еще тут просто необходим хлесткий снэр и зафильтрованный снэр к нему в ритм еще прикольно будет звучать на каждый второй снэр вот такой вот и вот этот снэп с ревербом я возьму поставлю ему стрэч в тайме поставлю давайте один бар разверну его и он будет разгоном перед одним из снэров а на последний снэр поставим вот такой дополнительный такой типа атмосферный снэр а вся вариативность бите будет в хай-хетах первым будет вот этот он будет играть просто четвертями можем нажать alt r и рандомизировать ему немножечко панораму и немножечко пить чтобы он звучал как-то повеселее включенным биполяром он будет играть на заднем плане так что это не будет выбиваться 2 будет играть супер типичную партию такой спокойный вариант хай-хета а вот на этом хай-хете будут типа дикие пробежки и подобная вариативность что один хэд играет что-то спокойное 2 вот какие-то подобные пробежки на альбоме встречаются постоянно еще этот хэд звучит неравномерно чтобы оставить место для супер короткого закрытого хэта с битом все 808 у нас будет звучать по кику и соответственно по нотам аккордов но иногда можно делать еще заходики на октаву выше а седьмая фишка это просто еще одна вокальная текстура она тоже должна напевать какой-то мотив это у нас ля минор поднимаем на 5 также включаем стретч включаем стречка на роли и растягиваем как-нибудь чтобы найти ее ритм по обработке этот вокал будет примерно таким же как и первый вак и тут на плавно переходим к восьмой фишке это постоянное движение и здесь мы можем его создать с помощью шейпер бокса или любого другого подобного плагина заходим во вольюме и выбираем как вот такой пресет ставим 1 четверть и тут это звучит просто супер офигенно и вот подобные шейпер бокс можно использовать на всем например мы можем также перетащить его на пэт и движение можно создавать не только за счет громкости но и за счет панорамы например на вот такие не фундаментальные звуки можно повесить панкейк и заставить их шевелиться влево вправо чуть-чуть в аренбишных треках буду на альбоме вот постоянно и вот шейпер бокс то есть вот такой кикстар и вот такое движение по панораме постоянно применяется и если не перестараться то это офигенно оживит твой вид и девятая фишка это появляющийся где-то во второй половине куплета или в бридже или еще где-нибудь какой-нибудь еще дополнительный атмосферный звук я решил взять вот такой вот сэмплик пока он звучит не очень интересно ставим ему стретч то им три бара чтобы он стал подлиннее да и немножко задерем ему атаку играть он будет те же самые корта что и фортепиано на нем у нас будет много рси 20 вот сейчас звучал еще короткий реверок эмбиенс и он будет звучать в бридже вместе со вторым вокалом басом и вот тем таким ну десятая фишка это в целом вот такое холодное звучание слушая которое можно замерзнуть то есть все инструменты у нас немножко прикрыты фильтраем снэр супер холестка звучит на хай-хэта это самая живая часть ритма и вот таком вот супер медленном темпе из обработок особо ничего сверхъестественного реверберация здесь на этот раз длинная хвост у нее больше моно чем стерео на канале ударных для 37 сатурн пресет для меня стандартный на канале с инструментами вот такая эквализация чуть-чуть прибрал мид чуть-чуть добавил сайт более причёсанную более симпатичную версию этого бита вы сможете послушать моем telegram канале а на мастер канале сатурейт близ который вроде бы чудо делает и про l2 просто разгоняет громкость вот такой получился биток обязательно ставь лайк прямо под этим видео если понравилось видео если понравился берег или если узнал что-то новое особенно если узнал что-то новое вновь напоминаю что у меня есть видео курс по битмейкингу у fl studio 20 от а до я который отлично подойдет новичкам и чтобы узнать о нем подробнее или его заказать напишите мне ссылочка на меня есть в описании напишите мне прямо сейчас и также прямо сейчас подпишитесь на канал особенно если видео понравилось и на этом у меня уже точно все с вами был стас гарф прод пока увидимся в следующем а Продолжение следует...